Дальше у нас видео Папича, который в какой-то лес пришел. Сейчас будет, видимо, что-то нам рассказывать. Ля какой стоит. Так, минуточку, надо поправить. Видео под названием «Вы мне надоели». Что? Серьезно? Папич сейчас будет жаловаться на что-то, я так понимаю. Заканчивать свою карьеру, видимо, стримерскую. Там звук хуёвый. Ну, я думаю, мы сможем что-то понять. Ну, давайте. Как вы там, потомки? Ну, шо, не мог петличку микрофон совершили сделать? Серьезно? Как вы там, потомки? То есть, получается, он поставил камеру в километре от себя и сейчас будет... Ладно. Я думал, он с петлички, я думал, он догадается. Планировалось эпичное видео. А, ну, эпичное, в принципе, уже. Сейчас погромче сделаю, то через плагин. Ничего не получилось. Поэтому будет весьма депрессивное видео. Окей. Вот, собственно, я наконец-то переехал. Поздравьте меня. Ладно, я хочу. Короче говоря, мне всё надоело. Окей. Сомнительно, но окей. Долго объяснять, что именно. Собралось за много лет кучу всего. Куча разных подоедливых моментов. Кризис среднего возраста. Или как это херня называется? Особенно последний год-полтора постоянно всё вот это вот связанное с разными шептаниями, претензиями. Постоянно все от меня что-то хотят. Постоянно я что-то кому-то должен. Должен стремить это. Не должен стремить это. Тоже постоянно ориентироваться на мнение. Но мы постоянные претензии, что я там не постримил там всё. Вжиза. На какое-то минимальное количество времени. Да. То же самое, постоянные претензии. У каждого зрителя. Разумеется, в голове у каждого зрителя своя идеальная игра, которую я должен был постримить за все эти годы. Я должен был перестримить все игры с приставок, с PS5. Я должен был перестримить все, я не знаю, все самые популярные игры. Все, которые, ну, как бы, блокбастеры в каждый год выпадут, грубо говоря. Потому что, опять же, у каждого зрителя, независимо от возраста, будет на стольке по той или иной игре. У кого-то это та же «Мафия 2». Ну, пример очередной. Просили годами. Три плюс года просили эту игру. Я в неё сыграл. Просто вот не то, что проходная игра, а откровенно плохая игра. Ну, даже как бы, даже суть не в этом. Просто официально, вот, к 2024 году, я могу точно сказать, мне, в принципе, надоело. И надоело не играть в игры. Ну, сейчас я попробую объяснить подробнее. А куда пошёл? Надоело посмотреть. Ой, блядь, у него ещё операторы есть. Он не один? И пошёл. То есть, ему надоело играть в игры. Пока он снимал видео, ему надоело уже стоять в том месте. Он пошёл к какому-то дубу огромному. Ну, куда ты ещё дальше? Ты и так не слышно, нихера. Ну, ещё, блядь, дальше ушёл. Мне надоело всё, что связано с тем, что я стал достаточно известным. Вот бы вам такие проблемы, да, наверное, вы сейчас думаете. Ну, вот это проблема, конечно. Надоело быть известным. Отдай свою известность мне. Ну, всю свою аудиторию мне скинь, я с ней разберусь. Папичи, реально. Я готов принять вот этот груз в виде неблагодарных зрителей, неблагодарных аудиторий, которые постоянно что-то требуют. Я их воспитаю так, как надо, блядь. Нет. Да. Я стал настолько известным, что мне приходится прятаться где-то в каких-то ебенях. Потому что я даже не смогу записать видео нормально. Меня или где-то запалят, или ещё что-то, или ещё что-то. Каждый момент моей жизни хотят обсудить. Меня буквально спрашивают, что я ем на завтрак. Что я ем на завтрак, в какой магазин я ходил. Но в этом и, на самом деле, частично вина самого Папича. Из-за того, что он такой скрытный весь, да, загадочный. Ни с кем фотографии не делает, закрытый от всех. Это ещё сильнее вызывает интерес со стороны людей, как раз таки. И чем больше он закрывается от всех, тем больше интерес со стороны тех людей, от которых он закрывается. Типа, а что это там он такой вот, блядь, почему? Да, его часто снимают из-под тишка, где-то он идёт. И вот какой-то чел снимает со стороны. Вот меня ни разу так не снимали со стороны, блядь. Он виноват? Ну, да, типа, это же его поведение такое. Он такой, блядь, он же замкнутый. То есть, если бы он был как я, у него не было этих проблем. Вот у меня же нет этих проблем. Ну да, ко мне могут подойти и сфоткаться. А я и не против. Снимали кого? Меня? Со стороны? Я не помню этого. В парке, помнишь? Ребята, вот в этом-то и проблема. То, что было тогда давно, это было тогда, когда ещё лицо не показывал. Я был таким же скрытным, боялся всего. И вот, пожалуйста, были последствия. Когда меня из-под тишка, тогда подсняли, блядь. Но, слава богу, человек, который это сделал, идиотом оказался. Плохо получилось. На Таймсквер что? На Таймсквер было? Да, так подожди на Таймсквер. Это когда я был там с Анатолием Власовым, что ли? Ну, там я не помню, меня ли вообще снимали. Или нас всех снимали, потому что там был Анатолий Власов. Просто обычно, понимаете, мои-то подписчики ко мне подходят. И фотографируются. Или просто говорят, здорово. Там, спасибо за то, что делаешь. Всё. У меня нет такой проблемы, что меня кто-то будет со стороны снимать. Меня они боятся, а его боятся. Поэтому вот такая хуйня. Интересуется постоянно его жизнью. А что он там, а с кем, блядь? На 2Ч там, соответственно, вообще пиздец. А на меня похуй всем, никто не интересуется особо. Кроме надежды, блядь, какой-нибудь, и то, которое пропало. Но в то же время, мы же видим, да, что нет такого, как у папича. У меня имеется в виду. Да не надежды, ну, ё-моё, надежда. Не всё конкретно и основательно надоело. Просто надоело. И что делать? Вообще папичу надо... Ну, как-то я не знаю, что это поменять в жизни. У него же ничего и не меняется. Естественно, ему надоело. Он, блядь, сколько стримит уже много лет. Он из своей комнаты ни разу никуда не выезжал, не переезжал. Он сидит в той же квартире, за тем же столом. Он, наверное, блядь, клавиатура всё такая же, даже мышку не менял. Уже, я не знаю, 10 лет или сколько он стримит. Ничего вообще у человека в жизни не меняется. Понятное дело, что надоело. Я и сам в шоке, как он до сих пор, блядь, вообще живёт. Он даже не переезжал в другую квартиру ни разу. Я не могу так. Мне надо постоянно куда-то двигаться. Я поэтому сейчас в Америке нахожусь, да, живу здесь. А если бы я был как папич, до сих пор бы сидел в Новокузнецке тогда, получается. Путешествовать надо иногда тоже, это важно. Это помогает, соответственно, избавиться от таких ощущений, которые у него сейчас присутствуют. Я только раз описывал на многих трансляциях, чтобы кто-то всё собрать воедино, чтобы все наконец-то поняли. Я даже не знаю, что я собираюсь сделать. Суть в том, что... Хес на диджа и есть Алина. Она не пропала, она рядом с тобой. На диджа? А, да, ну ладно. Потому что перестану, я не перестану, как его быть известным. Не потеряю никакую популярность, придётся ждать, где-то буквально. То есть переставать я не собираюсь, но я больше не могу... Я больше не могу встретить с каким-то графиком определенным. Я больше не могу подстраиваться по мнению толпы. Я устал бы, наверное, даже аниме смотреть, с дурацких аукционов. То есть, не поймите неправильно. Не то, что я говорю, что это суперсложная работа, от которой я заебался. Дело не в этом. Мне просто в целом надоело за столько лет в общем, в общем, и одеть. Не игры. Игры я до сих пор обожаю. Мне надоело именно целом моя деятельность, вот, стримерская, и всё, что с ней связано. Известность, и всё, ну, опять же, связанное с этим. Различное обсуждение. Ну вот у меня такой проблемы не было, если говорить про мою деятельность, стримы и так далее. Мне до сих пор это очень нравится. Даже по ощущениям, как будто бы интерес только увеличивается. Вот, может быть, в какие-то игры меня заебало уже, знаете, играть. Поэтому я не так часто играю в игры. Но если говорить про стримы, то всё заебись. Меня в том или ином ключе. Причём порой посмотришь про себя какие-то биографические видео, так сказать. Я не знаю, какие-то квизы. Типа там своя игра про меня. И там 80% информации до 80. Я громче за. Просто либо неверно, либо прикол, либо фейк. То есть, всё надоело. Многие считают... Ну дальше что, ну всё надоело, это надоело. И? Как бы вот такой, знаете, типа замкнутый на интроверточек. Ну что, что я исправил? Я действительно на интроверточек. Но теперь тем более. Думаю, перестаю полностью отвечать на любые вопросы, как-либо связанные со мной. То есть касается чего угодно. Что я ем? В какой магазин я могу зайти это купить? Там, что мне нравится? Что я делаю? Там. Ну вообще, вообще любые вопросы связанные со мной. Любые. И так же важный момент. Давно намечалось. Многие мои фанаты просили меня об этом. Ну кстати, ну как многие? Что за звуки у него на фоне? О господи. ...с меньшинства. Сегодняшнего дня? Какое сегодняшнего числа? Сейчас гляну. Сегодня 18 января 24 года. С 18 января 24 года баню всех хейтеров! Ты что, ебанутый, бля? Воу, 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 воу! Что это такое? Что за крик души, бля? Он банит всех хейтеров? А до этого не банил, что ли? Всех! Всех, блядь, доедено! Наконец-то свершилось! Ебало людей, которые там где-то в лесу ходят, представили? Что? Кто орёт? Каких хейтеров? Кого банят? Каждый хейтер в бою забанят. Мне всё надоело. Мне просто надоело всё. Раньше у них было прикольно, знаете, как-то... Правильно туда этих хейтеров! А что с ними ещё делать? Общаться что ли? Дружить? Ну, я баню. Да. Мне пох... Буду что-то обосновать, тоже в ответ обосрать. Там где-то до 2018 года. Потом после твича не стало надоедать от твича, я там просто посылал. Теперь мне, скорее всего, будет лень даже просто посылать. Я просто... Мне надоело. Мне надоели, подчёркиваю, не игры. Не игры. Мне надоело сама, в общем, деятельность, связанная с публичностью. Так его хитят в донатах. Мне бы таких хитров. Слушай, ну... Мне бы таких хейтеров, которые хейтят тебя в донатах. У него там минимальный донат, я не знаю сколько, 5 долларов. То есть 500 рублей, по-моему. Хейтеры, давайте вы начнёте меня хейтить через донаты за 500 рублей. А? А? А, даже косари, да? Ну, я не знаю. Ну, короче, дохуя. Поэтому, ну... Хейтят? Окей. Ну, они, блядь, свои деньги на это тратят. А ты с этого, наоборот, только зарабатываешь. Тебе это в плюс. Поэтому, ну, как бы... Интересный хейт, хороший. Одно дело, когда тебя в чай просто дерьмом поливают, блядь. И всё. С известностью, со стримингом. Не игры. Почему? Всё, что касается любой публичности. Отныне, ну, табу. Любые, там, ну, какие-то хейтерские посылы. Мне просто, ну, как бы... Я просто стал душнивый. То есть, грубо говоря, я стал настолько душнивый, хотя многие могут подвести, что я уже стал. Я стал настолько душнивый, что вы добровольно, наконец-то, вы идёте и перестаёте меня смотреть. И я смогу просто этим не заниматься больше. Скажем так. Потому что, ну, по сути, мне нет смысла этим не заниматься. Но если бы меня все перестали смотреть, смысл бы появился. Правильно? В общем, как-то так. Да. Видео вышло немножко ни о чём. Планировалось совершенно другое, но... Бля, ну, на самом... Мне больше... Вот, исходя из этого видео, мне больше интересно, кто за камерой стоит. Кто оператор. Кому он доверился вот так вот, да? Чтобы человек, ну, стоял, слушал это всё, камеру двигал. Кто же это? Ну, просто он такой закрытый. А тут всё-таки какой-то человек. Который буквально в роли оператора. Это интересно. В связи с тем, что меня узнают везде... Дядь Богдан? Кое-откуда почти прогнали. Там, ну, как бы, немножко частная территория. А! Нихуя не вышло. Короче, как-то так. Основные тезисы, я думаю, подчеркнула. Хейтерам, ну, типа, всё. Хейтерам больше слова не даю. То есть, возможно, даже я открою общий чат на Ютубе. Что он был не только для самов. Возможно. Там перебаним всех хейтеров. Да за что? Не знаю, это... Ну, дофига народу. Перебаним всех зетников заодно, которые спамят. О-хо-хо! А вот это база, блядь! Туда! Вот это я понимаю. Вот это правильно, нахуй! Это всё тупую ню. Хотя, не знаю, никогда не был политстримеров. Никогда, ну, ничего-то не обсуждалось. А тут, как бы, не важно, но если ты там вне политики, то всё равно, всё равно ещё хуже. Обстановка в чате вообще, как бы, выглядит вот таких стримеров. На канале с хуяля не приходят постоянно. Так потому, что ты, вот, как бы, ну, позицию открытую там не показываешь, и вот они и приходят, эти зетники. Ну, блин, их полно на отвече, они там у всех сидят, кто вне политики. Но стоит что-то там сказать, блядь, чат взрывается сразу прям, гойда там и прочее хер. Сейчас засирают Всех перебаним, короче Слышали? Там кто-то ходил за камерой Шаги были Всех перебаним, всех задушним Не буду отвечать ни на какие донаты на стримах Потому что половину донатов связаны Как бы со мной лично, про меня И будет ебаная душнировать Прямо как на моих стримах, слушайте Он решил стать Хайсусом, я так понял Из-за писания того, что он тут говорит Он решил стать, как я Банить Z-ников, хейтеров и быть душнилой Правильно, блядь, все Теперь папич стал Хайсусом Правильно Вдохновился, короче Baldur's Gate 3 на 1000 зрителей Все Если все надоело Всем пока Это, скорее всего, уже самое-самое последнее ERL-видео ever Ну, то есть были самые последние вопросы Это целое, наверное, последнее видео То есть я это видео пытался записать 2 плюс часа А меня в связи, что-то как бы, ну, не то, что это вторая попытка А, типа, ходил туда-сюда То там узнают, там откуда начнут прогонять То еще что-то, бля Даже видео не хотел записываться Все хорошее когда-то заканчивается Самое забавное, что плохое тоже Всем пока Не все хорошее всегда заканчивается Мои стримы никогда не закончатся Ну, не окей Когда-нибудь, когда я умру Но на моей жизни Нет Всем Удачи, что ли Прощать Зачем прощать Ля-ля Че? Че это было в конце минуточку Вы слышали? Мужской голос Другой чей-то Опа Реально дядя Дядя Богдан Это его голос? Это не его голос Ты че, блядь Это вообще другой какой-то Ноль двадцать пять Ничего не понял Ну да ладно Офигенно Бля Акмеме Что-то Макеба, бля Я не знаю, что он сказал Офигенно А Армагеддон